Нинецкая телерадиовещательная компания совместно с Нинецким краеведческим музеем в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представляет проект «Письма памяти». Безумов Рюрик Ананевич родился в 1926 году в Пустозерске. Призван 9 ноября 1943 года. С декабря воевал на Ленинградском фронте. С апреля 1944 года на Третьем Прибалтийском фронте. Письмо Безумова Рюрика Ананевича сестре Зои Петровне Кожевиной от 27 июля 1944 года. Это письмо было написано после взятия Пскова за мужество и отвагу. Проявленные в этом сражении, Безумов был награжден своей первой медалью за отвагу. Добрый день, веселый час. Здравствуй, дорогая сестра Зоя. Зоя, письмо, писанное 5 июля, получил 26 июля вечером. За письмо очень и очень благодарю. Письмо пишу 27 утром, как раз перед боем. Я тебе очень сочувствую болезни. Августе желаю родить хорошего сына. Зоя, я участвовал при взятии Пскова. Нам присвоено звание Псковских. Проклятый зверь жгет все деревни на своем пути и, убегая, мирных жителей угоняют в Германию на каторгу. В одной деревне удалось спрятаться нескольким человеком. Они очень рады нашему приходу. Сейчас будем освобождать Эстонию. Так будем вместе бить немецкого зверя. Я, Зоя, тоже присвоен к награде. Еще не знаю, что получу. Передай привет от меня Гугиному сынку или дочке. Если буду жив, то напишу письмо после боя. Карточку тоже получил. Посмотрю и думаю, что повидался с тобой. Желаю вам счастья, здоровья. Передай привет Гуге, Лизе, Дусе, Вере, Тамаре, Чиновым, Володе и всем знакомым и родным. Писать пока нечего. Остаюсь жив-здоров. Будем двигаться дальше на запад к логову немецкого зверя. Пока, до свидания. Писал 27 июля 44 года. Ваш брат Рюрик. Безумов Рюрик Ананевич погиб 13 сентября 1944 года в Эстонской ССР. Посмертно награжден Орденом Славы Третьей Степени из наградного листа. 13 сентября 1944 года в районе местечка Тина, участвуя в разведке боев, показал себя мужественным, отважным и стойким защитником нашей Родины. Одним из первых ворвался в траншею противника, где огнем из автомата в упор расстреливал двух немецких солдат и вместе со своим отделением пленил одного немецкого солдата. Прикрывая огнем своего автомата эвакуацию захваченного пленного и отбивая контратаку противника, убил еще четырех немцев, где красноармеец Безумов был тяжело ранен, несмотря на это не покинул поле боя до момента выхода своих товарищей в нашей траншеи с захваченным пленом. Красноармеец Безумов в бою с немецкими захватчиками показал личный пример мужества и отваги и пал смертью храбрых. До 14 апреля все жители Ниньского округа могут подать заявки на участие в акции Ниньского краеведческого музея «Ожившие письма с фронта». Участникам предлагается найти в семейном или другом архивах в музеях региона, библиотеках письмо солдата с фронта. 27 апреля принять участие в итоговом музейном мероприятии и зачитать фрагмент солдатского письма. Ответы на все возникшие вопросы вы можете получить по телефону 420-60. Субтитры создавал DimaTorzok